Добрый вечер, 20.06.Москве, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Новости меня шокируют, теперь и Обама разводится. Ну что за год такой в самом деле? И Путин развелся, и сегодня Потанин объявили разводиться, и вот теперь Барак Обама какой-то... Где духовные скрепы, товарищи, я хочу спросить вообще. А какой нравственности можно говорить, когда, собственно, киты, тузы, титаны мира всего подают нам такой пример? Еще раз добрый вечер, программа «Археология». Говорим мы сегодня об оттепеле. Не та оттепель, которая, к большому несчастью, происходит на улицах Москвы, которая, по-моему, уже побила всемыслимые и немыслимые рекорды. Поют птицы, зеленеет трава, школьники курят в подворотнях. Ну, а той неожиданно случившейся оттепели последних недель, которая захлестнула наше, собственно, общественное и политическое пространство. Неожиданное совершенно... Для нас неожиданно, по меньшей мере, удовлетворено прошение о помиловании Михаила Ходорковского. Мы видим на свободе участниц Пуси Райт. Мы видим, как амнистия была объявлена по части участников болотного дела. Мы видим, как выпускаются на свободу, выходят на свободу все заключенные, все, кто был привлечен к ответственности по Arctic Sunrise, гринписовцы. В общем, пальвеяло ли таким же теплым ветром? И вот об этом бы хотелось поговорить в более общем ключе. Поскольку у нас последний прямой эфир этого года... Вы знаете, я не боюсь слова «последний», да? Говоря слово «крайний», но вот я не побоюсь этого слова. Последний прямой эфир 2013 года в археологии. То мы позвали трех аналитиков, трех крупных журналистов, что с тем, чтобы обсудить, что, собственно, происходило в последние недели с этой вот оттепелью и шире посмотреть на итоги 2013 года. Итак, в гостях у нас Александр Морозов, главный редактор русского журнала. Добрый вечер. Добрый вечер. Кирилл Рогов, сотрудник Института экономики переходного периода. Добрый вечер, Кирилл. Здравствуйте. И Борис Грозовский, обозреватель Forbes. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот, вы знаете, сначала я хотел бы разобраться с этой вот оттепелью или неоттепелью политической, которая происходит. Это что? Вот я пытаюсь понять. Вот как Путин триумфатор, я его представляю в такой итоге римского триумфатора, и обязательной частью вот этого вот парада на форуме должно быть шествие побежденных. И вот это вот как бы люди, которые он являет милость царскую, то, что завершен некий крупный период стабилизации, одержана, пускай временная, но очевидная совершенно победа над оппозицией, признан он человеком года по версии того же Бориса Форбса. Только американского. Американского, да, Стива Форбса. И вот, собственно, Путин сейчас может себе позволить вот эту вот такую вот царскую милость. Я думаю, что здесь есть две стороны. Первая сторона заключена в том, что всё-таки эта так называемая милость, она всё равно остаётся в логике персоналистского режима. И, собственно говоря, он как персоналистский укрепляется, и даже в этом он себя проявляет в своей окончательной форме, потому что здесь всё делается милостью одного человека. То есть это признак силы в этом случае? Да, хорошие новости в этом... То есть, конечно, то, что люди свободны, хорошая новость, но если смотреть с точки зрения дальнейшей судьбы политической системы, то это просто подтверждение того, что окончательный режим превратился в персоналистский. А вообще мировая политическая мысль, она очень хорошо проанализировала судьбы, как бы и динамику, и график развития таких персоналистских режимов. Вот это одна сторона, ну, может быть, об этом позже скажем, а вторая важная сторона, на мой взгляд, все эти действия Путина продиктованы сейчас именно в этот момент тем обстоятельством, что у него возник большой новый замысел евразийского экономического пространства, которому он придает большое значение. И это является таким самым существенным фактором, влияющим на вот эти оттепельные, как бы, ну, это они даже не оттепельные, а такие точечные решения для того, чтобы войти заново в мировую игру человеком, который стремится оживить мировую экономическую конъюнктуру на достаточно большом пространстве. Ну, а для этого ему желательно было бы не иметь таких скелетов в шкафу очень крупных, и он от них избавляется. То есть речь идет о некой большой глобальной мега-стратегии Путина, и в этой же стратегии, может быть, и все перипетии с Риан, да, создание большого пропагандистского холдинга с тем, чтобы исправить имидж России в мире. Да, именно так. Ну, я не соглашусь, прежде всего, с последней фразой с холдингом, что он должен исправить Россию в мире, потому что руководить холдингом поставили человека, который может только испортить имидж России в мире. Ну, я имею в виду с точки зрения интенции, не исполнения. С точки зрения интенции, как раз лучше было прежнее руководство, которое могло исправить, а это не может, оно только может ухудшить. И в этом смысле, как-то немножко картинка переворачивается, Путин собирается ухудшить образ России в мире. Ну, я начну с того, что сейчас ужасно популярно это слово «оттепель», мы его слышим уже несколько раз, и каждый раз, когда что-нибудь происходит, все начинают говорить про «оттепель». Мне кажется, что это слово вообще надо забыть. Оно есть в другой эпохе, оно про другое, и не имеет отношения к настоящему. Что касается настоящего, то я вижу ситуацию совершенно иначе. Прежде всего в том, что главное, что для Путина сейчас является определяющим, на мой взгляд, это быстрый и такой мощный рост экономических рисков. Экономические риски велики, цены на нефть с огромной вероятностью снизятся в следующем году. Экономическое положение России довольно-таки пошатнулось, оно по нескольким направлениям выглядит совсем не так, как раньше. И это все происходит на фоне, в общем, не очень стабильной ситуации внутри страны. Эта нестабильная ситуация, она контролируема, да, Путин действительно позадавил оппозицию, задавил протестное движение в Москве, но довольно высокой ценой. Он вынужден придумывать какие-то новые идеологии, очень агрессивно себя вести в отношении всей системы власти. Это все довольно нестабильная ситуация, и она довольно дискомфортна для того, чтобы входить в сложный экономический период. И мне кажется, что то, что происходит, это такое маневрирование, сложное маневрирование. Для Путина вообще характерно вот после наступления некоторые такие откаты назад. Это такая тактика. Но в данном случае это явно связано еще с какими-то такими маневрами, вот подготовкой к сложному периоду. — Именно с экономической точки зрения? — С экономической. Но это будет и с политической точки зрения, потому что у Путина нет уже того былого ресурса популярности ни среди элит, ни среди населения, и тут еще ухудшается экономическая конъюнктура. Это и политически сложный период. — Борис, вот что вы по поводу экономики можете сказать? Что постоянно появляются слова «стагнация», «рецессия»? — Ну, как бы, да, действительно, все время экономисты ждут падения цены на нефть, но сейчас штука в том, что экономика попала в ситуацию стагнации и при высоких ценах на нефть. То есть у нас уже не растут ни промышленность, ни инвестиции, ни экономика в целом при высокой цене нефти. В том, что как бы рост остановился, нет абсолютно никакой, так сказать, вины внешней среды, как это бывало в предыдущей кризисе, а сугубо, так сказать, заслуга управленцев. — Но объективные показатели уже, так сказать, я понимаю, что там доли процента у нас, 0,1-0,3 процента. — Ну да, плюс-минус ноль. — Плюс-минус-минус ноль. И в этом отношении вот эта вот подушка с ресурсами, с экономическими ресурсами для того, чтобы гасить возможные социальные какие-то риски, она практически сводится к нулю. — Нет, мне кажется, что нет. Вот когда подушка сводится к нулю, то ситуация, в которой оказался Виктор Янукович месяц назад. — Это да. — А Путин в такой ситуации может оказаться при условии, если он сделает еще массу ошибок, едва ли там раньше, чем через несколько лет. Есть внебюджетные фонды, в которых денег хватит на пару-тройку лет при снижении цены нефти. И у нас очень низкий госдолг. То есть для того, чтобы дойти до ситуации Украины, когда инвесторы уже не соглашаются давать стране в долг под 6-7 процентов, а готовы это делать только под 20-22, это нужно долго и упорно работать. Несколько еще Олимпиад, несколько чемпионатов мира по футболу. — А вот к вопросу об Олимпиаде. Как вы смотрите на вот это распечатывание кубышки? То, что сейчас в связи с вот этими обязательствами ВЭБа по сочинским долгам и затем инфраструктурные проекты, была распечатана кубышка Фонда национального благосостояния. Как вообще вот эти инфраструктурные проекты влияют на макроэкономическую и социальную стабильность? — На макроэкономическую они не влияют особо никак, потому что все, что делает государство у нас, начиная от дорог, которые строят РЖД, и до ЛИА Новостей, как в прежней редакции, так и в нынешней, государство все делает очень дорого. — Да-да-да. — Вот. Соответственно, все, что делает государство, ему обходится очень дорого. Нельзя сказать, что на рубль расходов происходит увеличение ВВП на такую же сумму, просто в силу того, что деньги растрачиваются. — И в этом смысле вот эти вот инфраструктурные расходы, они, ну, каким-то образом они сказываются на нашем общем благосостоянии? Вот то, что сейчас в конце года было запрограммировано. — Да, я хочу сказать по этому поводу. Я, во-первых, немножко не соглашусь с Борисом. По поводу вот макроэкономических последствий и подушки безопасности. Глядите, подушка безопасности — это два фонда. В сумме там находится 100, примерно 70 миллиардов долларов. 40 миллиардов долларов из фонда национального благосостояния решено потратить на инфраструктурные проекты. Плюс 10, там, 8 миллиардов можно сейчас потратить на Украину. И тоже как бы решение об этом есть. Иными словами, половины одного фонда уже как бы у вас нету. Более того, совершенно очевидно, что там происходит с этими фондами. Эти деньги рассматриваются сегодня Путином и Кремлем. Как, собственно говоря, не рассматриваются, они являются как бы единственным резервом роста, который Кремль выйдет. Вот они думают, мы сейчас будем это тратить, и таким образом у нас будет хоть какой-то рост. Как справедливо заметил Боря, совершенно не факт, что будет рост, потому что они их тратят таким образом, что роста может быть очень немного. А тратится довольно быстро. У нас, вот мы сейчас посчитали, что еще ничего не началось, еще цены не снизились, но четверти подушки безопасности уже нету. Сегодня уже нету. Она уже зарезервирована под всякие вот эти вот, зарыто в землю и в Украину. И при этом у нас сегодня Центробанк тратит 3 миллиарда долларов в месяц на поддержание курса рубля. А ведь это деньги действительно закопанные в землю, они же никак не вернутся. Ну да, они не вернутся. По большому счету, да. Да, 3 миллиарда долларов на поддержку рубля. Когда был кризис 2008 года в конце, там были месяцы, когда по 30 миллиардов долларов в месяц уходило на поддержку рубля. Поэтому на самом деле, когда снижается цена на нефть, особенно если резко снижается, говорят, что такого не будет, но риски есть. То у нас возникает такой тройной шок, когда деньги утекают, сразу нету денег от нефти, немедленно начинают утекать из России деньги. И страшно все заимствования для нас дорожают, потому что все знают, что у нас все проваливается под это. Поэтому, в принципе, эти риски высоки, они выше. И, на мой взгляд, подушку не стоит преувеличивать, ее значение, ее подушечные возможности. Напомню, что у нас сегодня в гостях Александр Морозов, Кирилл Рогов и Борис Грозовский. Мы вернемся после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология» в эфире. Обсуждаем итоги 2013 года с Александром Морозовым, главным редактором русского журнала Кириллом Роговым, сотрудником Института экономики переходного периода и обозревателем журнала Forbes Борисом Грозовским. Вот глядя на 2013 год, скажем, из-за кремлевской стены, с точки зрения Путина, ведь все должно быть просто совершенно потрясающе. Все в шоколаде. Посмотрите, вот, да, посмотреть, вот, как бы, итог этого года. Нейтрализация практически Навального, да, по такой, в двойной стратегии, с одной стороны, так сказать, давление, да, такой протест с петлей на шее, получается, у Навального, с другой стороны, вроде как, допустили немножко на выборы, вот, выпустили пары, человек по-прежнему остается в своем сегменте такого, вот, я не знаю, умного троллинга власти. Да, смерть Березовского. Ходорковский подписал прошение, написал прошение о помиловании, так сказать, и дал, видимо, какой-то гарантии. Фактически тоже он являет сейчас милость царскую пуссера. Это бурение в Арктике, несмотря на все протесты, сейчас начинается на приразломной. Украина и Армения отказываются от ассоциации с Евросоюзом. Сердюков вернулся в Сен-Ею. Сердюков вернулся, понимаете? Единственное, да, на фоне обоих... Власть стабильна, как никогда. То есть, фактически, победой на всех фронтах. И в завершении этого всего еще Форст признает его человеком года. Это что, год уже окончательной стабилизации, консолидации режима? Вот с этой точки зрения. Ты победил Галилеянин, можно сказать, после вот этого вот трех лет протеста, который мы здесь тоже освещали и обсуждали. Вот сейчас, 25 декабря 2013 года, можно сказать, что вот по всем фронтам в результате Владимир Владимировича-то добился. Непростой вопрос. Я думаю, что вот наши радиослушатели в конце года ведь тоже ломают голову над тем, что вот то, что мы видим, значит, это можно истолковывать как такой последний, закатный, но очень длинный луч такого режима, как бы. Но он может, закатный луч длится лет 10, значит, такой поздний франкизм может постоять 10 лет, лишь при очень плохой нестациональной ситуации, когда уже все институции совершенно выхолощены, при том, что поддержка, достаточно массовая поддержка очень плохо структурирована. Хороший был текст недавно, кстати, у Кирилла Рогова, он там описывает, что если посмотреть в социологию, которая как бы оптимистична для Путина, но на самом деле, если присмотреться, в ней зашиты очень большие проблемы с поддержкой. Вы, кстати, секунду, я перерыву, очень хорошо перекинули мостик, сейчас продолжите. Я вот как раз хочу спросить наших слушателей, а вот вы как считаете, что в России наступила эра стабильности? Ожидаете ли вы от 2014 года каких-то перемен? Или вот 2013 год стал годом окончательной стабилизации, окончательной консолидации путинского режима, режима нынешней власти? Как вы считаете? 65, 10, 99 и 6. Что такое 2013 год? Год стабильности и как долго она, по-вашему, продлится? Да, Саша? Да. Вот можно смотреть с такой стороны, что это такой длинный будет конец этого француза, но с другой стороны, все-таки не совсем понятен один существенный момент по итогам 2013 года, вот для меня, как для аналитика, наступление такой как бы вот идеологии нового патриотизма и, скажем так, идеологии, опережающей лояльности. Мы видели все время такие свидетельства, как какие-то социальные, там, отдельные лидеры начинают говорить новым языком, говорить от лица народа, начинают накачку такой как бы того, что может стать новой идеологией. Вот насколько это серьезно? Если это серьезно, то тогда, и у этого и будет продолжение, тогда, конечно, я бы считал, что будут плохие для Путина последствия и политические, и экономические. А если это такой момент, который будет им же самим остановлен, и верхушкой, и это будет такое деидеологизированное продолжение просто его персонального правления, то он имеет шансы простоять, на мой взгляд, во всяком случае, 5-6 и дальше лет. И, может быть, единственное, что я хочу здесь подчеркнуть, что мы все уже теперь понимаем следующую проблему, что проблема не в том, как проходит последние 10 лет такой авторитарной системы персоналистской, а проблема в том, что когда она кончается, потребуется еще 5-7, а то и 10 лет для того, чтобы общество, которое уже утратило институты, приняло уже достаточно гомогенную плохую форму, оно в себе уже не имеет оппозиции, оно не привыкло и не может уже мыслить альтернативами, оно в очень плохом положении встречает уход такой персоналистской авторитарии. И вот это очень печально, потому что требуется жизненное время, чтобы выбраться из этого обратно к институциональному развитию, к разделению властей, как бы к общественным субъектам самостоятельно. Ну, то есть такая затянувшаяся осень, может быть, как период позднего брежневизма, так сказать, сусловская идеологическая реакция. Я вот тоже писал об этом, я пытался найти какие-то исторические аналогии, вот я вижу, я не знаю, несколько, скажем, период Столыпинской реакции, не случайно фигура Столыпина так важна в нынешней власти, где-то с 1906-го, после революционной, по 1910-й. Или, скажем, период Александра Третьего, да, Победоностовские годы, да, 1890-е годы. Или вот мне наиболее интересная аналогия, так называемое мрачное семилетие между революциями 1848-го года и Крымской войной 1855-го года, вот последние закатные годы Николая II. А Россия же тоже самое, жандарм Европы, традиционные ценности, даже граф Уваров недостаточно, там он попал недостаточно консервативен. В общем, мне кажется, какие-то вот такие вот воспроизводятся модели русской истории. Сергей у нас на линии, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Очень интересную тему затронули. Я с маленькой репликой, может быть, она вырастет и в вопрос. Вот мне кажется, что в этом году уходящем, помимо того, что назвали достижения Путина, еще одним из немаловажных достижений Путина, это было то, что он на ключевые субъекты федерации поставил стопроцентно, так сказать, своих и преданных людей. Это Собянин, это Воробьев, ну и так далее можно продолжать. Были там небольшие потери на уровне мэрских выборов, но нельзя говорить, наверное, что это совсем что-то сверхъестественное, и что может подорвать его авторитет. То есть, на самом деле, сделан задел очень большой, как раз вот где-то на 5 лет, в том, чтобы полностью держать ситуацию под контролем и иметь, скажем, очень серьезную административную поддержку вот в этих вот субъектах федерации. Да, поняли. Ваши коллеги, интересно, разделяют такую точку зрения? Спасибо, Сергей. Напомню, телефон нашей студии на прямом эфире 65 1099,6, и скажите, что для вас было главным событием 2013 года, что для России, по-вашему, явилось главным событием 2013 года, и наступила ли у нас эпоха окончательной стабильности? Ну так вот, коллеги, что вы считаете? Действительно консолидирована вот эта вот вертикаль региональной власти? И сейчас уже даже муниципалов можно себе позволить прижать к ногтю? Ну так нет, наоборот. Вы знаете, вот опять-таки, я вот написал текст про итоги года, в котором как бы сформулировал эту проблему, которая, мне кажется, очень важной, ключевой на сегодня, вокруг которой мы и здесь сейчас танцуем. Вот стакан наполовину пуст или наполовину полон. И мы как раз находимся в ситуации, когда все стороны могут говорить по-своему. Вот 2011, 2012 и 2013 год стали годами самых высоких в истории человечества цен на нефть. Вот самая высокая цена на нефть в годовом выражении была не в 2008 году, а в годовом выражении в 2011 году. Она была на 15 долларов выше в годовом выражении, чем в 2008 году. Там в 2012 примерно такая же, а сейчас на 3% меньше. Это максимально. И как провела наша власть эти три года? 2011, 2012, 2013. Какое-то неспокойство на политической арене постоянное. Рост исчез. И что-то все трясет. Все трясет и шатается. Это при самых высоких ценах на нефть. И это парадокс, что на самом деле золотой... Да, да, и рейтинги снижаются. А золотой век путинизма — это 2006-2008 год. Вот тогда все перло, все шло вверх, все прямо... И никто в политику не лез, потому что она никому не нужна была. Все занимались каким-то там бизнесом и крутилось. Ремонтировали квартиры, строили дачи. А это уже что-то другое. Притом, что цены на самом верху. В региональной тоже. Вот он поставил сюда Воробьева, сюда Собянина. Но Собянин, значит, выиграл так 30%. У него все-таки отнял этот самый мальчишка. Уличный мальчишка, фактически, с их точки зрения. Совершенно несистемный политик. То же самое прошло в Екатеринбурге. Произошло. То есть мы видим по Москве и Екатеринбургу, что, в принципе, в городе-миллионнике, если он такой политически активный, внесистемный кандидат легко берет 30%, при том, что вся административная машина работает против него. Это никакая нестабильность вертикальная. По сравнению с шестым, седьмым, восьмым годом, это полная нестабильность. Вот тогда была тиш-де-гладь. А сейчас вот выбежали на улицу, и все, 30% у них. Другая история. Уже не тиш-де-гладь, но такая управляемая демократия, получается. Да, вот с руков как бы... Да, она не очень управляема. Она не очень управляема. Они все время делают вид, что она управляема. На самом деле, они все время реагируют на события. Они реагируют на события. Они не думали, что этот самый Ройзман в Екатеринбурге выиграл. Не думали, не предполагали. Ну, а вот он выиграл, как бы, и что? Вроде бы, земля стоит на трех китах по-прежнему. Давайте послушаем, что на наших слушателей говорят. 65, 10, 99, 6. Так наступила ли действительно эта окончательная стабильность, или она лишь только кажущаяся? Каковы, по-вашему, итоги 2013 года? Евгений. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, мне кажется, что да, стабильность наступила. По всем ощущениям, это так. И запас у нынешнего режима, как вы говорите, достаточно прочный. Лет на 10-15, я думаю. Ну, вот это мое мнение. И еще мнение мое по поводу того, хорошо это или плохо. Могу я высказаться по этому поводу? Ну, естественно. Ну, вы знаете, я вот учился в университете с 93 по 98 годы. И время было, ну, страшенное просто вот так. Это было время национальной катастрофы. И вот мне, как обычному человеку, текущая стабилизация, ну, вот при всех... Евгений, а в чем была национальная катастрофа? Мы все жили вот в одной стране. Вот в чем с 93 по 98 заключалась... Ну, сейчас за исключением той гражданской войны, которая произошла в Москве в 93 году, да? Ну, вот скажем, по 98. Этого мало, этого мало. А война в Чечне в это время, а грабительская приватизация, а кризис 98 года. Этого мало, это кошмар просто. Безработица доходила в один из регионов страны до 30%. Вот. Я не говорю, что Путин святой, у него есть грехи. И у этого режима, как вы говорите, есть грехи. Но по большому счету положительного больше все-таки. Ну, как в свое время Дэн Фиалпин сказал о Мао Зе Дуне. И 70% того, что он сделал положительно... 70 на 30, да, как договорились. То есть вы готовы еще 10-15 лет жить при вот этом вот режиме? Вас ничего не смущает? Пока нет. Ну, вот меня лично. Я понял. Пока не достали. Пока меня не достали, так скажем. Спасибо. Спасибо. Да, Борис. Мне кажется, слова нашего слушателя как раз очень хорошей иллюстрации того, что граждане готовы многое прощать политическому лидеру, если их доходы растут, а их доходы растут, если растет экономика. Есть исследования, которые показывают, что в принципе поддержка Путина, начиная с 99-го года, она вполне рациональна. Она коррелирует с улучшением благосостояния. Это Дэниел Трейзман показывал еще там несколько исследователей. Ну да, Россия как нормальная страна. И вот теперь как раз оказывается, что там даже вне зависимости от того, что произойдет с ценами на нефть, экономика уже остановилась. Пирог, он как бы не увеличивается, он остается тем же. При этом, значит, растут аппетиты элиты. Больше нужно денег военным, больше нужно разным другим силовикам, больше нужно на инфраструктурные проекты. Вот, как бы... Ну да, вопрос на том, насколько Евгений сможет оказаться близок к этому пирогу, поскольку аппетиты и количество людей, претендующих на пирог, растет, растут, а пирог сам не растет. Вот вопрос к Евгению, насколько он окажется близок к пирогу, да, скажем, к инфраструктурным проектам, предположим, да, к строительству ЦК, да, или там к чемпионату мира по футболу. Вот к таким вещам там, к программе перевооружения. Здесь, знаете, есть еще интересный один момент, что вот при том, что в принципе работает тот принцип, о котором упомянул Борис, что люди реагируют на улучшение экономической ситуации обычно тем, что они довольны правительством. Есть ситуации, когда это не работает. И в частности, в России это прекрасно работало до примерно 2009 года, а в 2010, 2011, 2012, особенно в 2011-2012 году ситуация изменилась. У нас росли доходы, росло, люди говорили, что их экономическое положение улучшается, а при этом поддержка политического режима и лидера падала. И, насколько я знаю, Дэн Трейсман пытается тоже осмыслить как-то эту проблему, чтобы она не противоречила его теории. Но такой факт есть, и он не единичен. Похожая была ситуация, например, на таком наизлете режима в Мексике Институциональной революционной партии, когда люди... Глядите, что там происходило. Люди сначала поддерживали партию, считая, что она обеспечивает стабильность экономическую. Потом, в начале 90-х годов, в Мексике произошло несколько экономических кризисов. И когда после этого ситуация пошла экономически вверх, поддержка партии пошла вниз. Потому что у людей связь между партией и экономическими успехами разорвалась. И они считали, что экономика улучшается или ухудшается вне зависимости от этой самой партии. Здесь, да, здесь тот вот этот феномен, который у нас, мне кажется, был в 11-12 году, вот этого городского класса, благосостояние которого настолько поднялось, что люди захотели уважения, захотели самовыражения, захотели, так сказать, политической репрезентации. Но, понимаете, беда-то в том, что наш протест болотный в результате сошел на нет. Это мы могли говорить тогда. Ну, давайте еще раз послушаем наших слушателей. 65, 10, 99, 6. Считаете ли вы, что у нас наступила эпоха окончательной стабильности, которая продлится, ну, до 2024 года, может быть? Владимир на линии. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Владимир. Я вот хочу высказать по прозвучавшей реплике. Да, сейчас наступил, на мой взгляд, достаточно сильный стабильный, но она хороша для тех, кто действительно близок к беляшке пирога. То есть я живу и веду бизнес в регионе, ну, это Орловская область. Да. У нас ощущается грустная стабильность. То есть стабильно плохо. И, скажем так, перспектив к улучшению сильных не наблюдается. Ну, по всей вероятности, это связано с тем, что основные финансы крутятся в Москве, распределяются по своим. Ну, по всей вероятности, тот губернатор, которого нам дали, он не относится к касте своих. Да. Отсюда. Кому пышки, кому... Кому вершки, кому корешки, да. Другое. Да, да, кому другое. То есть мы как раз в нашей области, из разряда, другое. Ну, с другой стороны, у нас большой плюс. У нас экология. Чем больше закрывается предприятие... Ну, вы знаете, была бы нормальная поддержка малого-среднего бизнеса, занялись бы в Орловской области экотуризмом, да? Вот, чтобы гостиницы построить, дорожную инфраструктуру улучшить, да? Придорожные кафе, в конце концов. И дорога на юг мимо вас идет. На мой взгляд, это не масштаб все-таки малого бизнеса. Это все-таки ближе к среднему и большому. Ну, да, к среднему. Ну, мало я имею в виду, да, именно такие какие-то экфирмы, скажем там, я не знаю. Опять же, опять же, такая вот реплика по поводу бизнеса. Вы, ну, наверняка знаете, что меняется в этом, текущее, с будущего года, с 14-го правила госзакупок. На смену 94-го ФЗ приходит другая стратегия закупок. Как она конкретно будет работать, не знает никто. Не организации, которые, ну, будут нуждаться в том или ином расходных материалах или там, в чем-то, что требует для обеспечения жизнедеятельности. Ну, понятно. И все шаги, которые предприняты, они, а, не устраняют коррупцию, б, они не убрали планы рива, чем товар дешевле, тем, значит, он более проходим, то есть не появился качественный критерий. И плюс абсолютно неясные условия работы с большими клиентами. И все это на фоне, ну, от первых лет звучащих фраз, давайте будем по 30-40-50 процентов отдавать малому бизнесу. Ясно, ясно. Владимир, спасибо. Ну, вот такое, да, к вопросу о стабильности. Грустный голос из Орловской области. Чайка, работающего в Орловской. Да, Борис. Два слова я хотел относительно региональных финансов. Во-первых, вот сколько плача было в 98-99 году от сильных губернаторов, что центр отнимает у них доходы. Сейчас ситуация с тем, сколько налоговых и неналоговых доходов получает центр и сколько регионы, она как бы достигла пика своего, вот как качели. То есть никакого федерализма в бюджетных финансах нет вообще. Это финансы абсолютно унитарного государства. Нету фактически легионов, которые имеют профицитный бюджет без учета трансфертов, то есть тех денег, которые они получают из федерального бюджета. А так обстоит дело, потому что налоги централизованы. Налог на прибыль ушел, там экспертные пошлины ушли и так далее на федеральный уровень. То есть идет вот эта мощная прокачка через центр и всячески, да, была серия статей в ведомостях, по-моему, по этому поводу, что вот бюджетный федерализм практически у нас не существует сейчас. И при этом еще только одна фраза, очень интересно работает механизм с транспортами. Это вот тоже такое исследование Андрей Яковлев показывал из Высшей школы экономики, что когда экономика растет, как бы государство пытается делиться доходами со всеми, и через бюджетные траты, и через экономический рост. Когда начинается стагнация, деньги тратятся в первую очередь на то, чтобы как бы покупать не новые голоса, а покупать, то есть поддерживать лояльность. Уже существенно. Ну понятно, это силовики пойдут, это, так сказать, наиболее приближенные. И ровно поэтому для губернаторов самый главный критерий, это сколько они принесли процентов на федеральных выборах. Федеральных выборах. Сколько принесли, столько трансфертов получили. Все так. Еще возьмем один звонок. Арсений на линии. Здравствуйте. Я хотел высказать, ну, отчасти открывать с предыдущими слушателями, вот, и хотел добавить. Честно говоря, по мне так, наоборот, страшно дальше жить. Ну, я, например, не вижу ни поднятия производства, ни улучшения каких-то там вот людских ресурсов по части того же образования. И сейчас, по сути, продолжается доедание остатков пирога старого, вот, и с экономикой напрочь зависимой от природных ресурсов и от цен на них. Ну, вы сами прекрасно знаете, как скачут цены на ту же Невск, и как вот цена понизилась, повысилась, и всем сразу становится страшно, что сейчас будет плохо или будет, наоборот, хорошо. И, в общем, завтра-то неизвестно, что будет. Стабильности-то на самом деле как таковой нет. Ну, единственное, что похоже, что действительно у нас будет президент, который, ух, как надолго. Понятно. Спасибо, Арсений. Ну, действительно, Арсений напоминает очень важную вещь, о которой еще мы поговорим после перерыва. Происходит фантастический социокультурный демонтаж, да, советского наследства, советского государства. Что будет с больницами, что будет с поликлиниками, что происходит с Академией наук, что происходит с университетами. Закрыли книжную палату. То есть, может быть, оппозицию-то зачистили. Западу все нравится. Нефть качается. А что будет с людьми-то? Что с народом будет? Вот об этом давайте поговорим после перерыва. 65, 10, 99, 6. Ваше главное событие 13-го и ваши взгляды на 14-й год. Мы вернемся после рекламы. И снова добрый вечер. Программа «Археология» подходит к концу наш последний живой эфир этого года. Еще раз мы вас еще поздравим с наступающим Новым годом. Да, кстати, сегодня Рождество западное, католическое. Если кто отмечает по западному обряду, то поздравляем и вас. Хотя, конечно, погода в Москве погодой стоят совсем не рождественские. Обсуждаем мы итоги 2013-го года. И, может быть, успеем еще захватить виды на 2014-й. 65, 10, 99, 6. Магомед на линии. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотел рассказать по поводу, в какую эру мы вошли. Никакой стабильностью, я думаю, даже не пахнет. Мы, скорее всего, вошли в эру, которая у нас была в 90-е, когда к кормушке прорвались, скажем так, люди, которые хотят как можно больше, как можно быстрее нахапать и практически ничего не бояться. Ну, на примере того господина Лексутова, который, неизвестно, как, получив гражданство, тут же, получив чин, начинает откровенно грабить людей. Ну да. По пробкам, да. По пробкам у нас еще будут разговоры, мы здесь еще вернемся в нашем эфире. То есть не по пробкам, а по парковкам и прочим сюжетам. Да, многие, многие, я смотрел на сайте, очень жалую, что я слишком часто дозваниваюсь, но, тем не менее. Ну, ваша настойчивость, Магомед, вознаграждена любой счет. Это может сделать каждый. Понятно, Магомед, спасибо, спасибо, спасибо. 65, 10, 99, 6. Андрей на линии. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, вот мы прожили с нашим президентом уже 13 лет, и ведь до сих пор ответ на вопрос, что у изместа Путин, он фактически для многих остается до конца неопределенным, неотвеченным. Ну, разведчик, разведчик, что же, что же хотите? Уникальная способность быть угодным всем и нравиться всем, и абсолютно не до конца скрывать свои, в общем, ну, собственно, свое, да, вот, настоящее. Идентичность, да. Идентичность, поэтому, понимаете, он дает настолько противоречивые всем сигналы, всем абсолютно, своим обществом, и всем идеологическим, скажем так, и даже диаметрально противоположно, понимаете, соперникам, потому что каждый ловит. Держать правительство Медведева, понимаете, насыщенные либералами, обанкротившимися абсолютно там 2-3 года, видеть, что они ведут в тупик, и все равно их поддерживать, а с другой стороны давать, знаете, сигналы такие консерваторам, консервативной части общества, там, производственникам и так далее. И им тоже нравится, и нравится здесь, нравится там, это, конечно, уникальная ситуация. Понятно. Я боюсь, я не знаю, насколько это стратегия, а это можно назвать стратегией, а не тактикой, насколько она будет удачно, удачливо в будущем, но пока до сих пор она, конечно, этого человека выручала. Спасибо, Андрей. Спасибо. Ну, вы знаете, вот как раз к вопросу о том, хуй из мистер Путин. А Путин и Запад. Вот здесь, мне кажется, тоже в 13-м году произошел какой-то совершенно для меня неожиданный сдвиг. Так, вот Саша об этом писал, да, такой как бы новый Коминтерн создается. Вы знаете, Путина как-то неожиданно начинают принимать на Западе, причем не только консерваторы. Вот я сегодня увидел там Пэт Бьюкеннон, известный консерватор, написал, значит, большую статью под названием «Путин is one of us», «Путин один из нас». То есть он вливается вот в этот вот консервативный поворот на Западе. Ну, и как бы средний обыватель, я читаю такие вот какую-нибудь газету, скажем, «Нью-Йорк Таймс», а «Нью-Йорк Пост» почитать газету. А что такое вот? Товгай такой, как это. Смотрите, он и с этим поговорил, и с этим поговорил, там и Украину к ногтю, и дом порядок навел. Такой средний западный обыватель, соскучившийся по сильной руке, соскучившийся по лидеру, не знающий свинцовых мерзостей российской жизни, смотрит на все происходящее здесь с одобрением. И получается, что складывается на Западе какое-то очень такое сильное пропутинское, ну, если не большинство, то некая такая вот страта. Саша, вот что вы имели в виду, когда писали, что возможен некий новый Коминтерн, путинизация Запада? Я имею в виду следующее. Знаете, вот я, ко мне недавно приезжал мой коллега из Британии, и он сказал мне, что я был вот на авторемонте, там, ну, на сервисе, как бы тамошнем, смотрит Russia Today. Британская социология показывает, что Russia Today, наш пропагандистский канал, третий по смотрибельности в Британии. И он спросил у этих авторемонтников, а не британцев, почему вы это смотрите, это же русская пропаганда. Они сказали, о, да, это русская пропаганда, но, во-первых, все пропаганда, а тут рассказывают интересно. В самой европейской жизни происходят большие перемены в этом отношении, там меняется что-то социологическое, люди меньше доверяют сейчас своим правительствам именно в этот момент, быть может. Мы знаем, что снизу идет какая-то критика демократии, антимигрантские настроения, и все это, конечно, влияет на изменение восприятия образа Путина, при том, что, да, как бы сказать, его могут считать какие-то элитные группы в Европе антидемократом или антилибералом, или говорить о нем, что он играет в сложную игру, манипулирует, пытается манипулировать, но при этом поддержка его, на мой взгляд, там растет. И этим он собирается пользоваться, поэтому я, вот, то, с чего я начал, я думаю, что он будет удачно продавать идею евразийского пространства. Если даже, там, пять лет назад она оказалась бы дикой, или какой-то бесперспективной, то теперь у него хорошие шансы продать ее Западу. У меня один вопрос к Саше. Скоро ли в Москву посетит Леон Фейхтвангер? Уже, да, повезут ли. Ну, я думаю, в связи с Сочи, да, поездка писателей по Беломорканалу. Ну, не случайно замечательный политолог Владимир Гельман только что написал, потрясенный, что на учебе, так сказать, партийного актива присутствовал выдающийся, совершенно теоретик демократии, Адам Пшиворский. Адам Пшиворский, да. Адам Пшиворский, да. А в результате-то какой там закон Магнитского? Какой там бойкот в Сочи? В результате, как бы, никто, ну, не приедут лидеры в Сочи, и что никакого бойкота, приедут люди второго уровня, японцы вон мечутся, не приедут на открытие, но приедут потом, чтобы все равно повидаться с Путиным. Ну, да, но это, как бы, у нас, опять-таки, такая оптика странная. Странная. В принципе, на протяжении этого года, безусловно, имидж Путина вот до последней части года на Западе ухудшался. Это были и закон Магнитского, и Пусирает, и антигейская пропаганда. И, на самом деле, вот, как бы, наверное, то, о чем вы сейчас говорили, это все имеет место. Но, вообще-то, если мы взвесим это в таком вот общем западном котле, то та вот пропагейская, пропусираетовская часть, она, конечно, больше. И вот это вот такой... И Путин сейчас вполне, в мировом общественном мнении, такой плохой парень. То есть есть вот такое, что плохой парень, а что, эти плохие парни, поэтому плохой парень не такой уж и плохой парень. Но, в принципе, вот, то позиция, что Путин плохой парень, она базовая для Запада, для западного общественного мнения. На этом фоне, да, как бы не произошло такой, как бы, вилонизации, да, абсолютного образа злодея. Потом, смотрите, ну, все равно же Россия там в восьмерке председательствовать. В 2014 году не только Олимпиада в Сочи, но и саммит восьмерки в Сочи будет. Вот, в этом отношении, конечно, вот Ходорковский в своих интервью это говорит, что Путину нужен, в том числе и в Ходорковской, такой пиар-офенсив, пиар-наступление в отношении Запада. Друзья, у нас остается ровно три минуты в эфире. Я хочу, чтобы вы сказали свои версии главного события года. Мы? По-вашему, да, да. С кого начнем? А, ну, Саша, это во внутренней политике или в целом? Во внутренней, во внутренней российской политике. Во внутренней, да. Давайте два, во внутренней и во внешней. Буквально вот по полминуты каждой. Ну, конечно, перечень событий большой, поэтому всякое выделение условное, это ясно, да. На вскидку. Для меня все-таки самые важные события, это освобождение последнее случившееся. Вот эти Ходорковские пуссера это. Понятно. Кирилл. Ну, а внешнее? Выторговал внешнее? А, да, внешнее выторговал. Я думаю, что внешнее событие тоже здесь вот самое важное. Ну, я о нем говорил внутри программы. Это то, что началась игра в Евразийский союз. Ну, я тоже соглашусь, что это Ходорковский и Украина. Они стали двумя событиями. Ну, да, внутри, 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 внешне. Украина уже, по-вашему, сделанная игра? Нет. То есть этим 15 миллиардами залит пожар Майдана? Нет, не сделанная. Так же, как и во внутренней политике. Наполовину пуст, наполовину полон. Ну, не будет немедленного коллапса на Украине, а будет сложная какая-то еще одна серия противостояния вокруг Украины. Я бы, пожалуй, во внутренней политике, мне кажется, главное событие, вот как ни странно, это лишение о разгоне высшего арбитражного суда. Это колоссальная вещь по своему урону для экономики, для бизнеса, и это единственный институт, который был фактически у нас выстроен с нуля, не шел в качестве такого советского наследства, и который функционировал на порядок лучше, чем все остальные институты. А во внешней? Украина. Тоже Украина. Ожидание всего того, что происходило с нашей страной в этом году и все прошедшие годы. Потому что, конечно, главной российской проблемой, мне кажется, остается несправедливость. Несправедливость нашей политической, нашей экономической системы. И вот маленькие шажки справедливости, которые были сделаны в последние дни, они, конечно, дают нам всем повод надеяться на лучшее. Друзья, спасибо за этот эфир. Александр Морозов, Кирилл Рогов, Борис Грозовский. Я Сергей Медведев. Это программа «Археология». Давайте надеяться на лучшее, на справедливость. И с наступающим Новым годом.